Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня хочу показать свои бугенвили, как они у меня себя чувствуют в зимнее время года. Сегодня у нас 28 ноября, у нас уже зима. И покажу сейчас свои бугенвили. Но начнем с моего окна. Кто следит за моими роликами, они знают, что это мое цветущее окно с бугенвилиями. У меня в бугенвили очень много сортов. Но сейчас они, конечно, цветут не все, но большинство из них цветет. И это очень-очень радует глаз. Смотрите. За окном снег. А бугенвилия у меня цветут. Но здесь, конечно, против света еще. Вот этот сорт бугенвилия. Но я не буду называть, потому что неудобно смотреть сорта. Вот этот сорт, он когда попадает летом, в летнее время, солнышко, то он чуть-чуть припудренный такой, знаете, как получается белый. И чуть припудренный розовым оттеночком. Вот здесь немного видно, но это совсем-совсем мало. А так, посмотрите, бугенвилия вообще очень обильно цветет. Смотрите, я отойду. Она такая белая-зеленая. Прицветники, вернее, белая-зеленая цвета. И все равно это так красиво смотрится. Здесь у меня бутерфляй. У нее, конечно, отличаются прицветники, формы, лепестков. Ну и цвет такой сейчас, конечно, не такой насыщенный. Но все же, еще видите, от батареи как шевелится. Листочки красивые, видите, такой белой каемочкой. И расскажу в конце видео, как я за ними ухаживаю. Ну здесь как уход, в принципе, полив. Зимнее время только и все. Ну где-то, если какие-то вытягиваются, бугенвилии, я их, конечно, обрезаю. Ну это моя пандочка. Но она пока не цветет. Но у нее такие красивые листья. Видите, какие нарядные. И здесь под лампой, посмотрите, бугенвилия. Ой, хочу ее немножко сюда показать. Смотрите, красота какая. Такие красивые прицветники. Ну вот видите, освещение очень хорошо сказывается. То есть она цветет по сорту. Несмотря на то, что солнца сейчас вообще не хватает. Катастрофически. Вернее, не то, что не хватает. А оно вообще сейчас не попадает. Ну в мой дом. Такая красота. Это у меня сорт, если не ошибаюсь, Читра. Ну красотка. Прям вообще. То есть там белые прицветники есть. И они окрашиваются. Видите как. Сейчас я вам сверху покажу. Такие. Красота. Это другое мое окно. Здесь у меня вот такая с большими прицветниками. Сорт Miss Universe. Она тоже, видите, летом допустим. Она тоже имеет на прицветниках, на белых, розовые такие пятна. Вот здесь видно немного. А сейчас, раз солнца нет, она ушла в белый. Такой прям белый цвет, красивый. Здесь против окна. Просто. И у нее прицветники очень большие. Здесь по соседству у меня лысик такой. Лысик. И смотрите. Вот тоже. Распускается. Мне вообще, я уже много раз говорила. Мне очень нравится бугенбили. Вот вообще, они постоянно цветут. И особенно в зимнее время. Ну а летом, конечно, цвета радуют совершенно. Глаз. У меня есть много видео на канале. Можете зайти посмотреть. Там у меня подробное видео. Как я их обрезаю. Как. Ну, вообще, по уходу. Обрезка, формирование корневой системы, омоложение растения и так далее. Это у меня в ванной комнате. Тоже такие заросли. Тоже бугенбили. Такие красоточки мои. Ну, довольно-таки обильное цветение. Здесь такая красотка варигаточка. Листья такие красивые. Она вот совсем недавно отцвела. Даже некоторые не убралась. Торчат еще не обрезанные. Где были прицветники цветные. И в ванной комнате у меня тоже цветут бугенбили. Она у меня вообще такая красивая получилась. Панна-комната. Заходишь. И прям глаз радуется. Все цветет. Вот такая красота. Против света, конечно, здесь. Но все равно видно. Видно даже снег на улице. И вот здесь тоже на полке у меня бугенбили. Стоят. Тоже цветут. Сидишь на диванчике. А над тобой свисает вот такая красота. Ну, здесь, конечно, они уже отцветают. Но, тем не менее, все равно есть бутоны. И у нее, посмотрите, везде-везде начинается новое появляться. Видите? То есть, при искусственном освещении. Здесь тоже. Такая стенка зеленая получилась. В принципе, здесь везде зеленая стена. Но это моя большая бугенбили. Она уже имеет вот такой ствол. Очень толстый. Такой извилистый. И смотрите, у нее очень много прицветников появляется. Если летом она яркая, то сейчас она, видите, имеет такой, как бы, нежно-розовый цвет. Вот эти некоторые прицветники от лампы, конечно, более-менее красились. Но я сейчас покажу еще глабру свою. Которая вообще, вот просто, если она летом такая, знаете, такая насыщенный такой цвет у нее. А сейчас она прям в розовую шла. Но вот это не так обильно цветет. А сейчас покажу еще один экземпляр, который цветет обильно. Смотрите, глабра. Таким зацвела. Нежным цветом розовым. Таким с холодным оттенком розовым. И она прям вся-вся-вся в прицветниках. Я даже не ожидала. Такая моя красотка. Ну, здесь тоже у меня стоит лампа. Без лампы, конечно, будет совсем темно. И растениям это не нравится, конечно же. Ну, тем не менее, смотрите, мы цветем. И от искусственного освещения. Там даже, видите, обутилом где-то желтый попадает в кадр. А у меня еще и с этой стороны погремели. Смотрите, какие прицветники большие. Красиво, конечно. Вот такая комнатка у меня здесь. Небольшая. И цветущие растения, конечно, вообще прям радует. Если заходишь с улицы, там же холодно, заходишь в прихожую. Да, и здесь вот такая комната. И здесь цветущие такие бугенвилли. И, конечно, поднимается прям настроение. Самое главное соблюдать полив. Я их не заливаю. Я их поливаю по мере пересыхания грунта. Может даже и полностью. У меня даже бывает иногда, что они начинают опускать листья. Я поливаю. Или просто где-то не досмотрю. Но оно все как бы на пользу. То есть переливать точно не надо. Тогда она может и скинуть свои прицветники цветные от перелива. Ну, вот такие бугенвилли. Состояние у всех хорошее. Ну, где-то они скинули, естественно, у меня листву. Но это ничего страшного. То есть на месте опавших листьев появляются новые побеги. И закладывают прицветники. Даже в зимнее время. Ну, я их подкармливаю. Ну, может быть, пореже, конечно. Ну, раз в месяц я точно подкармливаю их. Даже зимой. Так как они у меня цветут. Еще раз покажу свою красоту. Нравится мне прям. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»